МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компания «Элта» представляет. Диа-челлендж. Первый в мире реалити-проект, в котором 9 участников с диагнозом диабет первого типа бросили себе вызов достичь поставленных перед собой целей, несмотря на серьёзное заболевание. Рассказать свою историю жизни с диабетом. И для значительной части участников это достаточно болезненные переживания. Я вообще не представляю после выхода этого проекта в эфир, как мне с этим справляться. Реальные проблемы. Реальные преодоления. Этот путь, который она проходила сама, был очень тяжёлый. Бывают моменты, когда просто сносит крышу, когда хочется всё бросить. Реальные победы. Реалити-проект, героями которого стали люди, живущие с диабетом. Каждый живёт с тем, что у него есть в этом мире. Да, мы пилопроходцы. Да, мы идём к целям. Дело здесь не в слабые, сильные. Здесь хочешь или не хочешь. Мы бросили себе вызов! А ты? Сегодня в загородном доме третья общая еженедельная встреча. Главная тема дня – первые результаты работы участников проекта «Диа-челлендж» с экспертами. Коллеги, давайте обсудим, как наши участники работают. С кого начнём? Предлагаю начать, допустим, с Вероники. Я вижу, что она тренируется, пишет отчёты. Да, что вы скажете? Она действительно умничка. Её можно отметить, я думаю, как... Но это с моей стороны. Я не знаю, помните вы или нет, но Вероника, когда только пришла к нам на проект, на самой первой беседе с нами, она сказала, что спорт она откровенно не любит. И что у неё было несколько попыток начать заниматься спортом, которые очень быстро не мучались успехом, она бросала. И, в принципе, была прям конкретная фраза «Я ненавижу спорт». Что мы видим сейчас? Сейчас Вероника, ну, прямым текстом говорит, что ей начинает нравиться то, что она делает. Такое ощущение, что появляются мышцы, которых я вообще не знала, что они есть даже. Ай! Человек себя не жалел, работал он на 100%. Ну, и мы видим результат, потому что она внешне, на самом деле, изменилась. И, по её словам, размер цельки поменялся на М-ку. По идее, аплодисменты должны выйти. В руки, в которых я приходила буквально на кастинг, да, это было не так давно, они уже с меня сваливаются. У меня же муж говорит, одевай пояс, что ты ходишь, постоянно их подтягиваешь. Я говорю, нет, я буду их подтягивать. Я буду чувствовать это ощущение. Здесь я везде колола по единице, но вот я вижу, что у меня с хранкой шестёрки, да, хотелось бы, конечно, пятёрки. Оля Щукина любит свой диабет. Оля очень много знает про сахарный диабет. У меня не было вопроса, доктор, помогите мне, что он бездаёт своими сахарами. Изначально моей основной проблемой с инсулином, с диабетом были даже не столько перепады сахаров и неумение подобрать дозу, сколько неосознавание того, что у меня есть лишний вес, да, и этот лишний вес, он тоже влияет на инсулин и на четвергность к нему. То есть у меня была, говоря научным языком, инсулинорезистентность высокая. Инсулинорезистентность. Снижение чувствительности тканей к инсулину. Состояние, при котором инсулинозависимые ткани и органы, жировая, мышечная, печень и другие, требуют большей концентрации инсулина для утилизации глюкозы. Связано как с генетическими особенностями, так и с массой тела. Является неотъемлемой частью патогенеза сахарного диабета второго типа. Однако при прибавке веса и при сахарном диабете первого типа инсулинорезистентность возрастает, как и у любого другого человека. При этом потребность в инсулине увеличивается пропорционально весу. Вес должен быть здоровым. И Анастасия на этом сакцентировала очень грамотно, что с лишним весом надо бороться даже не столько с точки зрения эстетики, сколько с точки зрения улучшения моей компенсации. Весы сегодня показали, что Ольга стала легче на 4 килограмма. А суммарная суточная доза инсулина за первый месяц работы на проекте у нее снизилась почти на 10 единиц. Работа участников проекта с экспертами проходит в формате «Есть проблема, значит, есть решение». У меня бывает в 5 часов утра я могу проснуться, потому что гипою. Я никогда бы не подумала, что мне тресиба больше подойдет, чем лантус. У меня на лантусе были гипо, и я очень боялась. Я Анастасии говорила, как же у меня будет накладываться инсулин. То есть 48 часов он будет действовать. И каждый день я его ввожу, и получается накладка и двойная доза. Но она мне сказала, нет, не переживай, давай попробуем. И на удивление все пошло прям как надо. Я избавилась вот от этих гипогликемий, которые у меня были ночами. Если говорить про девчонок, я вижу их отчеты в нашей группе. Я вижу, как они тренируются, как они потеют, как они ломают где-то себя. Есть несколько участников, которым труднее это делать, чем остальным. И этих участников, на мой взгляд, три. Это Кирилл Кузьмин, это Шевкунов Дмитрий и это Мартынюк Анастасия. Настя, что делаешь? Я позираю. Я отдыхаю. Настя хорошо реализует принцип стартапа. Она здорово зажигает. Когда приходит время систематической, постоянной работы, для нее это сложнее. Я обещаю. Я разберусь. Я разберусь и все. Я буду послушным студентом. Буду слушаться. Буду послушной. Настя Мартынюк на этот раз подготовилась к встрече с эндокринологом проекта основательно. Принесла заполненный дневник самоконтроля и отчеты по питанию за прошедшую неделю. Старается. Она правда старается. Но она, к сожалению, не сделала самого главного. Она не привела к успешному знаменателю свое питание. Она ест часто. Она в основном ест углеводы. Мы не можем сейчас выравнивать и трогать помпу, потому что мы неправильно едим. Настя выполняет все, что я ей пишу. Выполняет все рекомендации. Две минуты стоишь, терпи. 16 секунд ты побьешь рекорд. Она не совсем понимает, что тренироваться можно сколько угодно интенсивно. Но если ты не соблюдаешь пищевой режим, то ждать результата не стоит. Сегодня на улице дождь, поэтому занятия Алексей Шкуратов проводит в доме. А еще тренеру пришлось на какое-то время превратиться из эксперта в участника, когда ведущий Дмитрий Гриневич пригласил его на викторину, посвященную вопросам диабета. Смотрите, друзья, я задаю вопрос. Вариантов всего лишь три. Например, если это первый вариант, то, естественно, вы понимаете так. Один палец. Если второй вариант правильный, по вашему мнению, два пальца. Настя, если третий, то Настя три пальца. Итак, вопрос номер один. Что означает сахарный диабет в буквальном переводе? Вариант первый. Сладкая кровь. Вариант второй. Сладкое истечение. И вариант третий. Сладкая болезнь. Дина, вариант номер два. Вариант номер один Даша. Вариант номер три. Алексей, вариант номер три. Ироника. Блин, давайте сейчас... Садим, она умная. Дина самая умная. Давайте два. Правильный ответ. Это вариант номер два. Давайте поаплодируем Дине. Дине поаплодируем. Анастасия, а что скажете о Дарье? Дарья у нас большая тоже умничка. Мне нравится, что она на проект пришла с определенными целями. И она любыми путями, на самом деле, на мой взгляд, хочет их получить. Ну, давайте попробуем. Она такой человек, который, скажем так, меня в проекте эксплуатирует на тысячу процентов. Да, и меня тоже. И Алексея, я думаю, тоже. Видите, по ночам даже. Серьезно? Главное, что по профилю. Да. Она постоянно на связи. Даже тогда, когда я сплю. Корректируем дозы. Сейчас у меня проблема с ночными. Сейчас мы с ночью разбираемся. Она сказала, что надо поэтапно разбирать. Вот сейчас ночь. То есть я, грубо говоря, фотографирую ей свои дневники, да, скидываю. Она смотрит, что там можно откорректировать. 11 часов вечера я все равно ей скидываю. Это еда, еда. Ладно, это еда, я вам скажу. Сысь, ты хочешь еще есть? Так, стоп, мы останавливаем. Даша, рассказывай. Помоги расшифровать всем, понять нам, что это значит твоя мечта, с которой ты пришла на проект. И расшифруй ее, покажи нам, объясни. Ну, я хотела нарисовать золотую середину, но я не нашла в интернете, как нарисуется золотая середина. Поэтому я решила изобразить весы. Я пришла изначально сюда, чтобы найти эту золотую середину между жизнерадостностью, есть такое слово, и компенсацией диабета. И в целом, в целом я вижу, что ребята стараются. Меня вот, честно говоря, Дима поразил Шевкунов тем, что он все-таки записался в спортивный зал, в тренажерный, несмотря на то, что у него дети, все-таки, да, ответственность. Достаточно сложный рабочий график у него, к тому же. Диме, в принципе, сложно, да, он старается изо всех сил. Те овощи, которые у тебя в этом супе, они за счет чего медленнее работают? За счет этого бульона. Он мне вчера сказал о том, что у меня ужасный характер, а я сижу и улыбаюсь, потому что я радостная от того, что это говорит о том, что мы идем по той правильной дороге, которую мы выбрали. Я наливаю воду, варю, и я знаю, сколько всего в этой косуле, во всей белков, жиров, углеводов. Так. Я могу узнать, сколько там тарелок борща. Результаты по сравнению с другими участниками, конечно же, сильно отличаются, но здесь в его случае важно то количество усилий, которое он прилагает, это достаточно много. У меня с детства есть такой принцип. Если мне страшно, я делаю шаг вперед. Если мне тяжело, больно, значит, иди вперед. Может быть, кого-то вдохновит, и я думаю, это вдохновит. Вот в первый момент меня шокировали и возмущали некоторые факты. Во-первых, как можно, имея большой стаж диабета, например, ни разу не посетить школу диабета. Сейчас я понимаю, что мы люди все очень разные, и у каждого своя история. Ты не знаешь всего. Ты никогда не узнаешь всего, да, даже если тебе рассказывают. И в этом плане я сейчас по-другому совершенно смотрю на ребят. И я восхищаюсь многими из них, в частности, Леной, которая вообще стала моим героем, потому что я поняла, насколько это сложно, вот эту свою историю вынести на обозрение. Она настолько сильный человек и добрый, что она готова поделиться этим, чтобы предостеречь людей. Мы именно для этого сюда и позвали этих ребят, да. Они изменяют себя. Они, я верю в это, помогут измениться тем людям, которые потом будут наблюдать за проектом. Помогут ответить на какие-то их вопросы, да, внутри себя. Помогут даже просто задать эти вопросы для начала себе, да. А так ли, а действительно ли я управляю диабетом, да? А так ли я живу на самом деле? А устраивает ли меня такая жизнь? Ну, жизнь диабетика, она вот выстроена по часам. Распорядок дня, он вот известен заранее. Вот я знаю, что у меня сегодня будет, что будет дальше. Факт. Конечно, ну, конечно, не факт. Бывают свои какие-то форс-мажорные обстоятельства. Вот, но примерно, по крайней мере, день он уже распланирован наперед. То есть уже все спланировано, уже все продумано. Инсулин я делаю 4 раза в день. Это перед завтраком короткий, перед обедом и перед ужином. И на ночь делаю длинного действия. Главное, знать, сколько где углеводов. Это несложно. Да, можно взять весы с собой. Убрал с собой весы, когда есть? Нет. Ну, а что ты говоришь? Диагноз «сахарный диабет первого типа» Кириллу Кузьмину поставили 18 лет назад. Самые яркие воспоминания того детского периода – постоянные больницы. Больно, обидно, тяжело. И, возможно, поэтому повзрослевший Кирилл принимает решение впредь жить исключительно на позитиве. Вот сейчас, да, великолепный день, солнце светит. Тут просто душа, она радуется. Понятно то, что болезнь, она оставляет какой-то отпечаток эмоциональный. Вот. Я думаю, что у меня все хорошо. Однако случается, что при высоких сахарах Кириллу все же приходится бороться с подступающей раздражительностью. И иногда в этой схватке побеждает гипергликемия, признается Светлана, его жена. Особенно в последнее время почему-то. Я прям страдаю. Ну, если вот сахара высокий, он, правда, может просто так. Мне так кажется. Или нет? Ну, я могу быть слегка ворчливым. Нет, ругаешься. Могу и поругаться, конечно. Я же человек. Почему нет? Проект очень хорошо. Мне кажется, Кириллу помогает. Он как-то хотя бы рассказал об этом. Мне кажется, ему это так нужно было рассказать вот всем. Он никому об этом не рассказывает. И это как-то все в себе переживает всю жизнь. Ну, мне кажется, это сложно. На самом деле, на проект она меня привела. Слушай, Кирилл, а жена была когда-нибудь на море? Лет в 12. Ну, когда маленькая была, да. А ты? Я, да, я был. У Кирилла ситуация такова, что он практически не включается. То есть для него важно все, что здесь происходит. Ему важна поддержка, да. И у него по сравнению со всеми другими участниками больше запрос именно на поддержку. И он сюда приходит и получает эту поддержку, естественно. Банан, что ли? Сомолет. Воследовательное путешествие. Это смотришь. Ты хочешь свой самолет или комбинат? Воследователь тоже. Свой? Это прежде всего та самая атмосфера, которую мы пытаемся создать на нашем проекте. Это прежде всего обмен опытом. Да, сегодня с утра я зарегистрировалась в Инстаграме. До этого меня там никогда не было. И, соответственно, как раз-таки, наверное, и общение с Екатериной в том числе натолкнуло на мысль и с Анастасией, которая мне, может быть, немножечко намекнула, что, возможно, мой опыт будет интересен другим людям с этими заболеваниями. Дин, что ты сейчас будешь делать? Я планирую поменять конюлю на инсулиновой помпе. Так, ну-ка подробнее как-то. Ну, как уже многие поняли, у меня помпа на мне. Вот она. Смысл помпы в том, что у нас в ней резервуар. В нем, соответственно, находится инсулин. Когда инсулин заканчивается, мы его перекачиваем заново в новый резервуар, надеваем. И, соответственно, надеваем вот такую вот трубочку, по которой поступает инсулин. И дальше в теле находится 24 часа конюля. У меня в данный момент на мне силуэт. Мне он нравится больше, потому что он устанавливается, во-первых, под 45 градусов, больше как подкожное, и больше подходит для людей, кто ведет активный образ жизни, много занимается спортом. И у силуэта тоже есть определенные, так скажем, особенности установки. На них можно сэкономить. Объясняю как. Есть возможность поменять только иголочку, не меняя вот эту трубочку. Я ее меняю не каждый раз вместе с конюлей, а меняю ее, скажем, один раз в месяц. Процентов 20 точно я экономлю. В данный момент мы видим, что инсулин у меня в резервуаре есть. И я могу это видеть на помпе, сколько у меня единиц осталось. Поэтому новый резервуар с инсулином мне менять не надо. Соответственно, трубочка тоже заполнена инсулином. Трубочку мне менять не надо. Но сами конюли я стараюсь менять раз в 4, раз в 5 дней. Ни в коем случае не менять ее на ночь, потому что, возможно, что-то пойдет не так. И, как мы знаем, если человек останется без инсулина, то утром вы проснетесь с огромным высоченным сахаром, что, естественно, крайне плохо. Поэтому в идеале менять либо утром, либо днем, желательно прямо до приема пищи. Сейчас у нас время обеденное, поэтому сейчас поменяем, и я сразу же пойду ее опробую. Ну что, действовать? Давай. Ну, соответственно, для начала мы просто-напросто сняли помпу. Вместо установки я протираю обычной перекисью водорода, потому что спиртом не советуют. Поэтому перекись – это идеальное средство. Многие спрашивают, куда устанавливать. Ну, в принципе, для меня идеальный живот, так как всасываемость инсулина в животе, она лучше всего, так как это ближе всего находится, в принципе, ко всем органам. Силуэт устанавливается под 45 градусов, плюс-минус. Поэтому просто ее вот так вот аккуратно вставляем. Вставляем, доводим до максимума. Вот она у нас в теле. Дальше у нас, соответственно, есть пластырь, который крепится в коже и держит эту самую конюлю максимально крепко. Дальше надо очень-очень аккуратно и максимально медленно вытащить иголочку. И, соответственно, когда ты вытаскиваешь иголочку из тела, в теле остается только конюля, через которую будет поступать инсулин следующие 3-4 дня. Вот смотрим, какой у нас, соответственно, длины конюля. Да, вот у нас на упаковочке, в принципе, все написано. То есть у меня она... Так, 13 мм. Для 13 мм я использую половину единицы 0,5 инсулина. Соответственно, я устанавливаю помпу. Как вы помните, инсулин уже в этой трубочке есть, поэтому мне его заполнять не надо. Вот от трубочки идет маленькая иголочка. Эту иголочку сейчас я вставлю ее в конюлю. Все. И, соответственно, я на помпе просто ввожу половину единицы. А эту мы просто аккуратно снимаем руками. Это сделать не так просто, ибо пласт реально очень крепкий. Вот таким способом выглядит у нас использованная конюля. На месте установки от пластыря остаются следы, поэтому я использую обычный медицинский бензин. И, соответственно, почти незаметно. Вот и все. Дина для меня является пока еще такой загадкой не совсем раскрытой. Я с ней очень осторожничаю. Она действительно очень умная девочка, у нее действительно многим можно поучиться. Я на самом деле очень рада, что в нашем проекте есть она, потому что она может нашим, да, другим участникам показать, что вообще-то все достигаемо в плане компенсации. Но у нее есть другая история, да, с которой не относится к компенсации. Она пришла в проект с целью снизить вес, который ее очень волнует. Просто я считаю, что вес лишний у меня все равно есть, и когда он меньше, я ощущаю себя гораздо лучше, легче и приятнее. И вот именно к этому чувству я стремлюсь. Это главное, а не цифры на весах. Пока, пока мы с ней практически стоим на месте, если честно. На этом месте мы с ней стоим, потому что с ней очень сложно, ей очень сложно что-то показать, доказать. Но мы стараемся. Ну нет, я хочу попробовать, вот как вы говорили, в принципе, Алексей тоже подтверждает, что да, углевод до тренировки, и, соответственно, белок после. Да. Теперь вопрос номер 4. Какие из перечисленных продуктов наиболее быстро повышают уровень сахара в крови? Вариант 1. Сахар. Овсяная каша из хлопьев, геркулес на воде. Вариант 2. Картофельное пюре. Вариант 3. Фруктовый, нежирный йогурт. Алексей дает первый, как эксперт, ответ. Номер 3 говорит. Йогурт. Картофельное пюре. Дина. Второй вариант. Второй вариант Вероника. Второй вариант Настя, потому что спалила Дину. Нет, я не спалила, я затечула. Давайте каждый комментарий даст, почему он думает, что именно так. Да, друзья, давайте с Алексея начнем, на самом деле, как вот, да? Я сейчас затриваю. Ну смотри. Нет, подожди. Как бы овсяка сразу исключается у нас медленно усваиваемый углевод. Остается два варианта, между которыми мы убираем картошку и фруктовое пюре, да? Так, да, да. Ну ладно, картошка тоже быстро повышает, но это все-таки как-никак крахмал. То есть если мы берем фрукты в рассмотрение, то это чистый сахар. Соответственно, логический вывод, что это фрукты. Фруктовое пюре будет повышать гораздо быстрее. Так, Даш, почему? Но мне такой же в комментариях. У тебя, у тебя, у тебя третий вариант, да? Да. Фруктовый нежирный йогурт, да? Ну тоже выбирала, Даня. Дин, дай мне комментарий. Ну, абсолютно согласна с тем, что это явно не Геркулес, потому что усвояемость медленная. Я тоже долго думала между картофельным пюре, либо фруктовым пюре. И в фруктовое пюре была еще оговорка, что нежирная, соответственно, усвояемость будет быстрая. Но тем не менее считаю, что картофельное пюре все-таки усвоится быстрее, потому что это чистый крахмал. И, соответственно, это моментальная всасываемость. Гликемический индекс, с моей точки зрения, у картофельного пюре выше, чем у фруктового. Поэтому выбрала вариант 2. Не знаю, какой верный. Вероника? Просто скажи, что вот сейчас. Я тоже за второй вариант, потому что тоже, соответственно, выбирала между картофельным пюре и йогуртом. Но фруктовый йогурт, то есть я обратила внимание на слово йогурт, в основном еще есть белки. А картофельное пюре, да, как Дина правильно говорит, это чистый крахмал плюс способ переработки. То есть, если бы это было не пюре, может быть, оно усваивалось бы в мире. За счет того, что это переработанная картошка в пюре плюс разваренное, что усваиваемость еще быстрее. Дина сказала про индекс. Гликемический индекс. Гликемический индекс. Какой вот этот самый индекс у этих продуктов по трех вариантов? О, подождите. Овсяная каша? 40-45. 50-50. 50. Ну, следующее. Картофельное пюре? Я бы не 80. Я бы дала 80. 65-70. Фруктовая 80-85. А фруктовая я бы дала 70. Йогурт я бы дала 70, но картошки подавали 80. Хорошо, смотрите, называем правильный ответ. Во-первых, правильный ответ. Это картофельное пюре. Семь! Так, а теперь смотрите по цифрам и индексу. Овсяная каша, геркулес на воде, 55. Картофельное пюре, 90. Почти, я бы дала. Фруктовый нежирный йогурт, 45. Два. Серьезно? Да. Пока участники отвечают на вопросы викторины, эндокринолог и диетолог проекта Анастасия Плещева готовит им на перекус низкокалорийный белковый десерт и параллельно развенчивает мифы, существующие вокруг диабета. Миф первый. При диабете нужно постоянно ограничивать себя в еде. Миф второй. Табу на сладкое и другие продукты с высоким гликемическим индексом. Смотрите, на самом деле очень важно понимать различия, про какой сахарный диабет мы говорим. Стандартно, плюс-минус, у нас есть диабет первого типа и второго типа. Со вторым типом, тем более если человек не на инсулинотерапии, а на таблетированной терапии, все-таки есть ограничения по приему еды. Это однозначно. Более того, зачастую данным людям нужно еще снижать вес. Нашим девочкам и мальчикам, которые у нас сегодня не в проекте, можно есть все. Другой вопрос, что у некоторых из них есть тоже задача снижения веса. Избыточный вес, он не только же на сахара влияет, он влияет на огромный вот этот каскад гормонов, которые помимо инсулина циркулируют в моем организме. И это касается не только диабетика, это касается и здоровых людей. То есть есть все не полезно никому. Есть все подряд, есть не контролируя. Если это осознание будет, если оно закрепится, оно уже никуда не денется. Миф третий. Женщина с диабетом не способна выносить и родить здорового ребенка. Кто-то считает, что диабет заразный. И вот одна из наших задач – это развенчать все эти мифы о диабете. Вопрос следующий. Сколько раз в день нужно замерять сахар в крови? Вариант ответов. Как минимум два раза в день, утром и вечером, три раза, шесть раз и более. Все назвали третий вариант. Более шести раз. Сколько у кого вообще максимум? Вот если брать максимум, точку, да? Раз двадцать. Двадцать, двадцать, пять. А можно я сейчас, да, скажу? Сто. Сто раз? Сутки? Ну, это не каждый день, соответственно, как бы… Бывают такие дни. Ну, бывают такие дни, когда реально нужно мерить, ну да, да, сутки. Ну, каждые десять минут. Именно этим способом я и выяснила, что, например, белки у меня начинают повышаться через два с половиной часа. Если жирный белок, то, соответственно, через четыре часа. Если рис – это чистый крахмал, то, соответственно, у меня он повышает шесть часов. Для того, чтобы понимать, как тебе это компенсируется, надо понимать принцип действия той или иной еды. Ты его не поймешь, пока ты не будешь мерить вообще. Все элементарно. Вот так вот. Я лично мерю реже, ну, у меня где-то это одно, два, ну, может быть, три измерения в сутки идет. Ну, в силу того, что я, ну как, я чувствую, когда сахар низкий или высокий, то есть я могу понять, что что-то не так. Что абсолютно, конечно, уже неправильно, потому что ощущение – это не что. Чувствовать сахар нельзя. Сахар можно видеть только на глюкометре. Итак, дорогие участники, переходим к десерту. Он уже готов и ждет вас. Сейчас сообщаю всем, что в каждой порции около 14 грамм углеводов, на самом деле точно 13,9, и около 10 грамм белка. Поэтому, у кого помповая история, немножечко растяните, сами знаете. А что там расскажете нам? Да. Вы знаете, что Анастасия рассказала? Что кубника отбеливает зубы. Вы знали об этом, или нет? Я тоже не знаю. Анастасия, я хотела спросить. Да. В этом стакане только получается ряженка, клубника. Ряженка, клубника и белковая смесь. Там коллаген, псиллиум и семена чая. Вкусно? Очень. Вот. Но можно еще с другими ягодками делать, правда? У меня полностью поменялось пищевое поведение. Абсолютно полностью. У меня стало на 9 человек диабетиков, друзей больше. Металлия появилась, там, не знаю, попа стала симпатичнее. Есть еще непоколенная вершина, и хуйма. Именно это и здорово. Ну, то есть, это же, наверное, было бы не очень интересно, когда ты покорил все вершины и такой думал, что что дальше делать-то. Это проект Диа Челлендж. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...